Слово концерт Слово концерт Здравствуй, песня Здравствуй, синяя песня И не прощай Синяя песня Синяя песня Синяя песня Только в небе В небе тёмно силе Синяя песня Синяя песня Не за синей птицей Еду за тобой Ку-ку За тобою Как за синей птицей Ищу я лишь её Мечту мою Слишком она Она мне нужна Ты ведь и знаешь всё Ты скажешь, где она Она, где она Синяя песня Синяя песня Сини, сини! У-у-у! 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 Облака очнутся, поплывут назад, Только покунутся, синие глаза! У-у-у! Лишь твои глаза не окунутся! У-у-у! Лишь твои глаза не окунутся! И ищу я лишь ее, Лишь ту мою, Ты лишь она одна мне нужна! Ты ведь знаешь все, Ты скажешь, где она! Она и она Песня, которую вы сейчас услышите, стала известной благодаря фильму Ильи Фрэза «Вам и не снилось». Помните повесть Галины Щербаковой о советских Ромео и Джульетте? Подростков сыграли Татьяна Аксюта и Никита Михайловский. Незабываемо. Тонкая, запоминающаяся раз и навсегда мелодия великолепного композитора Алексея Рыбникова стала гимном первой любви и удивительным образом подошла к истории. Фрагменты стихотворения из романа Робин Драната Тагора «Последняя поэма» в переводе Аделина Адалес были положены на музыку. В фильме звучали голоса Ирины Отиевой и Веры Соколовой, а на песне года 1981 узбекский ансамбль «Ела» под управлением Фаруха Закирова исполнил песню уже в другой аранжировке. Здесь звучит настоящий индийский инструмент – ситар. Может быть, Тагор писал свои строчки именно под него. «Слушайте, вслушивайтесь, вспоминайте, любите». «Слушайте, вслушивайтесь, вспоминайте, любите». «Ветер ли старый имя развеял? Нет ни дороги, мой брошенный край». «Если увидеть, пытаешься издали, Не разглядишь меня, не разглядишь меня, Друг мой, прощай!» «Ветер ли старый имя развеял? Нет ни дороги, не разглядишь меня, Друг мой, прощай!» «Ветер ли старый имя развеял? Нет ни дороги, не разглядишь меня, Друг мой, прощай!» «Ты погляди без отчаяния, Ты погляди без отчаяния!» «Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа? Нет, случайно!» «Это не сон, это не сон, Это вся правда моя, Это истина!» «Вспыхнет ли твой химичный закон, Это любовь моя» «Адрична их, девушки которой, Ты поглядишь меня, Друг мой, прощай!» «Адрична гронотла, эш-э-эш-э-э-э-э-э…» «Адрична гронотла, эш-э-э-э-э-э-э…» Это не смерть, это не смерть, это не смерть, это все правда моя, это истина. Смерть повреждающей вечной заботы, это любовь моя, ты живи моя, ты живи моя. Питер ли старый имя развеян, летней дороги мой брошенный глаз. Если увидеть, пытаешься издать, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. КОНЕЦ О неутомимом и неостановимом беге времени размышляли разные художники всех времен и народов. Романы получались, великолепные сборники стихов. А у эстрадного автора Леона Измайлова сценический монолог, что и правильно взял штангу по силам. Когда-то время ползло, потом шло, теперь побежало. И мы несемся во времени и в пространстве, и рвем в нем привычные связи. Родственников в большом городе мы давно забыли. Помним только тех, у кого взаймы взяли. Да и то, чтобы вовремя на другую сторону улицы перебежать. С друзьями общаемся только по телефону. Годами не видимся. Встретишь на улице, вроде знакомый. В лицо не помню. Как зовут, не знаю. Кто такое, понятия не имею. А назвал номер своего телефона, оказывается, лучший друг. А ведь когда-то ходили друг к другу на дне рождения. Долго выбирали подарки. За столом говорили длинные красивые тосты, чтобы хозяевам приятное сделать. Теперь прибегаем на день рождения с бутылкой. И быстро выпиваем ее под один и тот же тост. Ну, поехали. Где те добрые старые времена, когда никуда не спешили? Где тот доктор? Милый семейный доктор, который знал нас с детства. Часами выступил и выслушивал. Теперь доктор в спешке прибегает на пять минут. И в попыхах путает больного с лекарствами. Так и пишет. По два инфаркта три раза в день после еды. А ведь когда-то собирались вечерами. Говорили об искусстве. Делились впечатлениями о прочитанном. Теперь, если и говорим, в основном о тряпках. Причем мужчину в этом плане давно обогнали женщин. Носится по магазинам и ищет рубашки в талию. Расхватали жабо. Отняли у женщин туфли на платформе, а теперь отнимают колготки. Как я представлю себе этого отца семейства, защитника, в жабо, колготках и на платформе волосы дыбом встают. А танцевали-то, как раньше, не торопясь, под тихую мелодичную музыку. Ее рука на твоем плече, твоя рука нежно поддерживает ее за талию. Раньше вместе танцевали, теперь каждый за себя. И музыка электрической стала, и сами дергаемся так, будто нас в высоковольтную сеть включили. А обнимешь партнершу в танце, она так трясется, полное ощущение, что танцуешь с отбойным молотком. А женились-то, как раньше, не торопясь, долго приглядывались, потом знакомились, через полгода брали за руку, через год целовали, получали пощечину, и только тогда делали предложение. Теперь на все это нет времени. Познакомились на танцах в полутьме. Два раза посидели в темноте в кино. И сразу в ЗАГС, отсюда и трагедии, пришли из ЗАГС, она парик сняла, ресницы отстегнула, косметику смыла, он глянул на нее и повесился. Но нам ни до кого нет дела, и никому до нас тоже. На прошлой неделе дома специально два часа кричал «Спасите, помогите!» Хоть бы кто помог. Позвонили сверху, спросили, «Слушай, по какой программе такой хороший детектив идет?» Да, когда-то время позло, теперь побежало им. Бежим месяца времени, спешим. А куда бежим? Куда спешим? Давайте остановимся хоть на миг. Поглядим в глаза друг к другу, пообщаемся. А уж потом дальше побежим. Синяя песня сегодня у нас уже была. О мечте и надежде. Не хочется расставаться с оптимистической нотой. Жизнеутверждающий шлягер прославленных мастеров, композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. Птица счастья. Визитная карточка певца Николая Гнатюка. О чем она? О счастье, о надежде, о любви. В ней и есть настоящее счастье. Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Столько звезд на небе серебра Завтра будет лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера Где-то гитара сберет Надежное сердце Любовь сохранит Сердце любовь сохранит А птица удачи Опять улетит Будет утро завтрашнего дня Кто-то станет первым, а не я Кто-то, а не я Кто-то, а не я Сложит песню завтрашнего дня Нет на свете танца без огня Есть надежда в сердце у меня Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Песня моя прозвучит Надежное сердце Любовь сохранит Сердце любовь сохранит А птица удачи Опять прилетит Сердце любовь сохранит И птица удачи Опять прилетит Аплодисменты Давид Тухманов Любимый композитор Автор хитов Эти глаза напротив День Победы Остановите музыку Чистые пруды Легендарного альбома По волне моей памяти Более двухсот песен И какие Любимые и популярные Вот одна из них В доме моем В исполнении Блистательной Софии Ротару Подпевайте В доме моем Много друзей Звуки музыки До темна Много смеха И много долгих дней Когда я совсем одна В доме моем Всем хватит углов Хватит воздуха И тепла Хватит добрых минут И ласковых слов Не хватает Не хватает Лишь тебя Без тебя Дом мой пуст Как в снегу Розовый куст Я молчу Не ропщу Приходи Я все Прощу В доме моем Много имен Много имен Знаменитых И простых А сегодня Мне приснился сон Что ты рядом И нет других Выпадет снег Перейдет В дождь Будет лето Будет зима Я понять Не могу Чего Ты ждешь Ну хочешь Приду Сама Без тебя Дом мой Пуст Как в снегу Розовый куст Я молчу Не ропщу Приходи Я все Прощу Я молчу Не ропщу Приходи Я все Прощу Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Был в истории нашей страны Особенный период Когда физики помимо науки пели Участвовали в самодеятельности И сочиняли песни Некоторые из них стали профессионалами Высочайшего класса Пример тому Замечательный дуэт Татьяны и Сергея Никитина И прекрасный автор Валерий Миляев Все они выпорхнули Из одного гнезда Физического факультета МГУ Валерий Миляев Автор всем известного Весеннего танго Доктор физико-математических наук Профессор В стране, где полгода холодно Родилась невероятно радостная И заразительная Песня Вот идет по свету Человек-чудак Сам себе печально улыбаясь В голове его какой-нибудь пустяк С сердцем видно что-нибудь не так Приходит время С юга птицы прилетают Снеговые горы тают И не до сна И не до сна Приходит время Люди головы теряют И это время Называется весна Приходит время С юга птиц С юга птиц прилетают Снеговые горы тают И не до сна И не до сна Приходит время Люди головы Люди головы теряют И это время Называется весна Приходит время С юга птиц прилетают С юга птиц 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 Приходит время Прекрасно Мы вам должны сознаться Что совсем недавно Мы выступали перед ленинградской публикой Они пели гораздо лучше. Время, люди головы, люди головы теряют. И это время наслывается весна. Поехали в Антарктику, без лишних слов. Там сейчас как раз в разгаре осенью. На полгода ты без всяких докторов. Снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птиц прилетают. С днём и горятают, и нега сна. Приходит время, люди головы теряют. И это время наслывается весна. Приходит время, с юга птиц прилетают. С днём и горятают, и нега птиц прилетают. Приходит время, с юга птиц прилетают. И это время наслывается весна. Поехали в Антарктику. Помните детскую присказку? Наше детство словно поезд, только разница одна. Поезд мчится воротиться, наше детство никогда. А искусство зачем? А музыка? А я, любящий вас и возвращающий в прекрасную юность Эдуард Эфиров. Тота, до встречи!